Идем дальше. Сегодняшняя тема, а потом будет в конце слайд, что вам нужно будет прочитать дома. И что мы будем обсуждать на следующей паре, чтобы не тратить потом на это время, если у вас возникнут по этим темам вопросы. Сегодняшняя наша тема – это агрегатные функции. Чем агрегатные функции отличаются от более-менее знакомых функций одной строки, которые у вас сегодня будут лабораторной работы? Лабораторная функция одной строки. Мы принимаем на вход одно значение, или сколько там значений, 2, 3, 4, сколько нужно параметров у функции есть. И оно ровно одно значение возвращает. Привычные для нас из математики синус, косинус. Вот оно. Одно значение число подставили, одно значение вернулось. Агрегатные функции берут на себя на вход много строк. Всех сотрудников 10-го отдела вместе оно схлопнуло, посчитало по этой группе сотрудников 10-го отдела какое-то значение. Например, среднюю зарплату сотрудников 10-го отдела. Взяла следующую группу строк сотрудники 20-го отдела. Вместе их собрала, посчитала их рост. Вместе сотрудников 30-го отдела СССР собралось что-то для них еще, отклонение зарплаты от средней среды, дисперсию зарплаты посчитал, еще что-нибудь. То есть агрегатные функции берут на вход, в отличие от функциональной строки, берут на вход сразу много строк, возвращают для них один результат. Максимум, минимум, среднее, еще что-нибудь. О чем в этом лекции вообще? У сотрудников есть зарплата. Хотим мы получить какое-то усредненное значение, например, максимальную зарплату среди наших сотрудников. Вот конкретный пример применения агрегатных функций. Какие есть распространенные агрегатные функции, что для себя стоит переписать? Стоит переписать первый столбец и хоть кратко, там два слова действительно из второго столбца. Те привычные операции, которые можно сделать с группой данных, вот они есть все. АВГ. Найти среднее значение. Среднее значение зарплаты, среднее значение роста, среднее значение веса, среднее значение издержек каких-то. На вход много строк, вот колонка зарплаты. Найди среднее значение по тем строкам по колонке зарплаты. Каунт. Количество. А сколько у нас строк пришло на вход? Одна, десять, тысяча, сто тысяч. Пересчитают сколько у нас в колонке пришло. С максимум и минимум тоже понятно. Пришел набор данных. Какое это максимальное значение, какое минимальное значение. С суммой тоже никаких вопросов нет. Сложили значения, которые нам пришли на вход. И знакомые для вас среднеквадратическое отклонение и дисперсия. Сразу, чтобы можно было посчитать. Обратите внимание, что в зависимости от функций разные допустимые типы аргументов бывают. Среднее значение, сумму дисперсии, среднеквадратическое отклонение можно посчитать только для чисел. Как, допустим, это посчитать для дат, кто его знает. Потому определена эта функция только на числах. Каунт. Пересчитать можно все, что угодно. Максимум, минимум. Все типы данных, для которых заданное отношение порядка. Больше, меньше. Когда мы можем сравнить два значения, вот для тех типов определены функции максимум, минимум. Две даты между собой сравнить можно. Что было раньше, что было позже. Значит, максимум для них есть. Мы можем выяснить, какая из них самая большая. Строки между собой сравнить можем? Можем. Точно так же определена. А если у нас какой-нибудь будет тип данных клуб, там binary large object, и там какой-то набор бинарных данных. Как одни бинарные данные сравнить с другими бинарными данными? Кто его знает? Потому для них функция максимум, минимум определена не будет. И все, что можно сравнить между собой, для них функция максимум, минимум есть. Так, по своему внешнему виду функции агрегатные ничем не отличаются от функции одного строки. Только у них абсолютно другое поведение. Записывается точно так же, как функция одной строки. Мы пишем, какая функция и по какой колонке нам нужно вычитать. Например, максимум зарплаты, средняя зарплата, минимум зарплаты, еще что-нибудь. Отличается только поведение. Как будет выполняться этот запрос? Из фрома прочитаются все сотрудники. Выберутся из тех сотрудников, тех, у которых в должности есть буквы САУ. Вот сейлсмены выберутся. Получится 5 человек, грубо говоря. Для этих 5 человек посчитается средняя зарплата, максимум зарплата, минимум зарплата, сумма. И каждая агрегатная функция возвращает только одно значение. Значит, вернется для 5 человек не 5 строк, а 1 строка. 1 строка, в которой будет написано. Вот этих 5 человек, средняя зарплата, сток это. То есть функция одной строки, сколько у нас В отфильтровало, столько у нас строк на выходе и будет. Мы посчитали для каждого, привели из строки к числу, число округлили, еще что-нибудь. То есть функция одной строки работает с самой строкой, и сама строка на месте остается. Тут В нам сказали, так, сейлсманов 5 человек. Попали они в агрегатные функции, 5 человек, и этот строк склопнулись в одну. И на выходном одна строка, в которой будут для этих 5 человек написаны вот эти параметры, которые усредненные. Как только у нас появляются агрегатные функции, мы уже не можем к одному из этих людей 5 добраться. Вот конкретно Иванов, средняя зарплата, Петров, средняя зарплата. Это как-то странно. Петров, средняя зарплата. Да, если средняя зарплата, читается по 5 человекам. Какие особенности есть у агрегатных функций? Самое с большим количеством вариантов использования, это функция каунт, которая считает, сколько же значений пришло на вход. У нее следующие варианты бывают. Каунт звездочка. Считает, сколько строк пришло на вход. Сколько сотрудников работает в 30-м отделе. Выбрались все сотрудники 30-го отдела, пересчитали, сколько их. Вариант номер 2. Когда мы не звездочку указываем, а комплектную колонку. Здесь считаются не пустые значения. Здесь всего значений, здесь не пустые значения. Смотрим. Сотрудники 30-го отдела. Вот каунт звездочка посчитала. 6 человек. Вот каунт комп. Считает. Раз, два, три, четыре. Каунт звездочкой. С тех строк, сколько пришло. Каунт и комплектная колонка. Сколько не пустых значений пришло. Вот этих людей раз и два не посчитала. Так, и вариант номер 3. Каунт, дистинкт и какие-то колонки. Эх, сколько... Так, а что же оно, кстати, должно быть... А, дептно. Дептно всего, да, все нормально. Сколько не пустых, не повторяющихся значений пришло. Каунт, дептно, сколько не пустых, считает. Здесь сколько не пустых, не повторяющихся значений пришло. В нашем случае что посчитает. Выбери из сотрудников, посчитает для них, сколько не повторяющихся отделов есть. Посчитает. Десятый отделчик, тридцатый отделчик, двадцатый. Где там еще? Раз, два, три. Вот их три есть. Десять уже было, двадцать нигде нету, тридцать, вот они повторяются. То есть каунт, дистинкт, колонка, сколько не пустых, не повторяющихся значений. Все остальные агрегатные функции ведут себя с пустыми значениями, те которые нул, точно так же, как каунт и просто колонка. Они просто игнорируют те значения, которые пустые. Смотрите, в этом варианте посчитать среднюю премию для сотрудников. Он сложит те премии, которые есть, и разделит на их количество. Четыре человека сложило вместе, поделило на четыре. Пустые значения все проигнорировались. Этот вариант, когда мы говорим, так, пустых премию у нас не бывает, если это пусто, тогда у нас нолик. Тогда посчитают, сколько людей всего было. Там, где пустые значения заменят ноликом, посчитают уже среднее значение для всех людей. Агрегатные функции пустые нул значения просто игнорируют. Если нам не нужно их игнорировать, пользуемся той же функцией NWL, той же функцией KALIS, которая умеет обрабатывать пустые значения. С этим понятно? Еще какие-то комментарии нужны? Каунт в скобочках колонка считают только заполненные значения. Среднее, это максимум, минимум и так далее. Учитывают только заполненные значения. Если нам нужно учитывать и нул значения, мы каким-нибудь образом эти нул должны обработать. NWL, KALIS, еще что-нибудь. Так, поехали дальше. В этих всех примерах мы брали группу людей, группу отделов, еще что-нибудь и для этой группы целиком считали. Среднее значение для всех абсолютно наших сотрудников. Или там только для сейлсманов, или только для сотрудников 20-го отдела. А что делать, если нам нужно посчитать? Ух ты, как сбилось красиво. Какая средняя зарплата будет по отделам? В 10-м отделе, в 20-м отделе, в 30-м отделе. И сколько бы дел у нас там не было. А тут выходит на сцену еще и группировки. Мы тот селек, который знаем, дописываем еще фразочкой группой. Того, что у нас еще не было. Пром у нас, откуда читаем, было. В, который отбирает строки, которые мы обрабатывать будем, было. Ордербайк, сортировочка, была. А добавляется еще группбайк. По каким колонкам провести группировку? Пример. Выбери все, from, сидящие здесь студенты. В пропустили, всех абсолютно учитываем. Групбайк по подгруппам. Селект подгруппа, запятая, средний рост. Возьмет у студентов группы PM21-1, для них посчитает средний рост. Возьмет студентов 21-2, для них посчитает средний рост. Селект, from, студенты, сидящие в этой аудитории. Всех абсолютно, мы пропускаем. Групбайк по полу и подгруппе. Выводим на экран. Пол, подгруппа, средний рост. Средний рост мальчиков 21-1, средний рост мальчиков 21-2, средний рост девочек 21-1, 21-2. 4 у нас строки получатся. По равным значениям, по тем колонкам, которые мы группируем, вот будет выводиться для каждой из групп какое-то одно значение. Пример. Выбери все из сотрудников, группируй их по отделам, выведя номер отдела, среднюю зарплату по группе. Все сотрудники, у которых ДЭПНО 10, в одну группу пойдут. Все сотрудники, у которых ДЭПНО 20, в другую. И так далее, по каждому конкретному значению, они разобьются на группы. Для каждой из группок мы посчитаем среднее значение. Увидим уже в 10 отделе, в 10 отделе средняя зарплата такая-то. В 20 отделе средняя зарплата такая-то. На что здесь особое внимание нужно обратить? Все, что написано, как только у нас появляется какая-то группирующая функция, все, что написано в селепке без группирующей функции, должно появиться в группе. Почему? Потому что мы не можем сказать, что Иванов средний рост группы в группе ПМ-21-1. Как-то непонятно. Там средний рост по большому количеству людей, а там Иванов. А вот сказать ПМ-21-1 и средний рост для этой подгруппы, пожалуйста. Потому что для всех строк, которые в группе есть, одинаковое значение будет. По подгруппу ПМ-21-1. Можно несколько угодно. Справедливо только все, что не под агрегатной функцией, должно быть в группае. Обратное несправедливо. То есть мы можем в группае написать сколько угодно колонок и в селепке их никаким образом не указывать. Точно так же, как у нас в Ордер Бай, мы могли сортировать по тем колонкам, которые не выводятся. Так, по чем еще можно? М, Г, Р. Срубируй всех людей по отделам и менеджерам. Все люди 10-го отдела с менеджером Кинг в одну кучку. Все люди 10-го отдела с менеджером Блейк в другую кучку и так далее по всем значениям разбились. Для каждой из этих групп посчитать среднюю зарплату. Так, что у нас есть? Так. Вот как раз пример, когда у нас группировка по нескольким параметрам. Как нам посчитать, в каком из отделов менеджеры получают больше? Группируем по номеру отдела и по джобу. И смотрим, что у нас получилось. Группируем по номеру отдела и по джобу. Люди, которые в 10-м отделе с должностью менеджера в одну кучку попадут. С 10-го отдела сейлсмена в другую кучку. С 20-го отдела менеджера. И так все возможные варианты переберутся, разобьются они на группах. Для каждой из полученных групп выведется. И средняя зарплата. Для себя проверяем. Все, что не под агрегатной функцией, должно быть в Грубай. Вот она, одна колонка есть, вторая колонка есть. Что бы вы добавили в этот запрос еще? Как его исправить, чтобы он заработал? Вариант номер один. Грубай. Мы выводим номер отдела и сколько там сотрудников есть. Как можно вывести одно и другое сразу. Тут много строк вместе соединилось. Здесь одна индивидуальная какая-то строчка. То есть два варианта. Либо депно убрать отсюда и тогда работать будет. Выбери количество сотрудников из сотрудников. Нормально посчитает, сколько у нас там 18 человек есть. Либо вариант номер два. Депно 2022 года. И депно. Давайте немножко потренируемся. Попробуем найти, а сколько у нас получает средняя зарплата по должностям. Сколько получает в среднем менеджер, сколько в среднем получает президент, сколько в среднем получает, кто там еще, клерки и так далее. Как нам написать такой запросик? Подскажите. И средняя зарплата для них. И что? Ну ладно. Ничего страшного, сейчас мы к ней вернемся. Так, сейчас edit. Разбило всех людей, какие у нас есть по должностям. Потом, пожалуйста, мы можем order by написать. А давайте посмотрим. Давайте сделаем тоже еще один колонок. Давайте NBN используем. Хорошо. И сравним два результата. Ну там, тут у нас будет не очень показательно, потому что все зарплаты заполнены. Давайте мы сюда еще добавим премии. Эх, а, в, г. А там же комп иногда нужны. Да, вот там будет... Надо сделать. Так будет пустое значение для всего сотрудника просто. Что-то плюс неизвестно сколько. Опять плюс неизвестно сколько, в результате неизвестно сколько. эх, сал, плюс нвл, ком, ма. Давайте, чтобы было виднее, еще попробуем среднюю премию просто, и среднюю премию АНВЛ ноль. Так. Так. АВГ. Ком. АВГ. НВЛ. Видно, где? Здесь зарплату плюс премию складывали, там нулы получились. Там, где у кого премии не было, потому в результате у всех нулы получились. Так, здесь у нас, чтобы просто ни одной премии не было у тех сотрудников, там дальше у нас премии заменились на нули и нормально посчиталось. То есть при своей работе агрегатные функции, нул значений просто не учитывают. Можно самому, там, те же библиотики какие-то, или что можно самому прописывать агрегатные функции? Создать агрегатные функции. Кстати, очень интересный вопрос. За Oracle не скажу, за MySQL, MS SQL скажу точно. Функции одной строки, пожалуйста, создавайте. Функции аналитические, по-моему, тоже можно создавать, а группирующие почему-то нельзя. То есть в Oracle ситуация, в принципе, похожа. Функции одной строки создаются элементарно, с группирующими функциями уже сложнее. Сразу не скажу просто. Я имею в виду прям не именно в самой консоли, а именно, например, оно же берется, какие-то библиотики. Каких-то библиотики? Вот, например, открываешь библиотики, как в СИН, например, прописал функцию, например, назвал Дальтер Денис, прописал что-то там. Я нарушу ее... В данном случае с Oracle вам не скажу, потому что у нее больше закрытые исходники. С другими базами данных, где открытые исходники, такое, в принципе, проходит и достаточно много расширений под конкретные нужды. Например, PostgreSQL славится своими расширениями для работы с геоинформацией. Постгис, на котором очень много работает картографических сервисов, типа OpenStreetMap и так далее. То есть распространенные то, что не Google, не Яндекс и так далее, а картографические сервисы, они в основном работают на Подгре, потому что там, благодаря пользовательским расширениям, очень развита работа как раз с геоинформацией. А давайте посмотрим на вот этот запросик. Подскажите, как мне его исправить? Как нам вывести максимальную зарплату по отделам, где она превышает 8000? А вот тут какая интересная штука получается. Если мы посмотрим на запрос, то порядок выполнения строк какой? Сперва выполняется From, потом V, потом только получаются группы. Потому если мы посчитали какую-то максимальную зарплату по группе, мы не можем это сделать до тех пор, пока группы у нас вообще нет. V отбирает те строки, которые мы будем обрабатывать. В нельзя использовать агрегатные функции. Потому наш Selectic сегодня расширится еще на одну конструкцию. Если мы попытаемся записать V в агрегатную функцию, она начнет там рваться. Мы еще не получили группу. Как вы можете использовать агрегатные функции, если у нас эта группа еще не разбита? А есть приоритет поставить? Потому появляется еще одна строчка. Heaven. Heaven это то же самое, что V, только работает после того, как группы получились. Heaven не может добраться до конкретного Иванова, Петрова, Сидорова, которые есть в сотрудниках. Heaven уже работает с полученной группой. Все сотрудники 10-го отдела. Для Heaven хорошо, но можно с этими всеми сотрудниками 10-го отдела что угодно делать. Считать сколько их, максимально, минимально. Не обязательно это даже указывать в Select. Смысл этого. From. Говорим, откуда мы читаем? В. Какие мы строки будем обрабатывать? Например, сразу заранее выкинули всех клерков, не учитываемых при подсчете средней зарплаты. Написали V. Job не равно клерк. Будет читать по всем людям, кроме клерков. Грубай. По каким критериям мы сортируем? Например, по отделу. Heaven. И тут какие-нибудь условия, которые показывают, вот эту группу нам нужно выводить, или эту группу нам не нужно выводить. Heaven. Максимальная зарплата больше 8000. Так. Вот такой вариант будет работать. Возьми всех сотрудников. В нету, значит, все строки обрабатываются. Зарупируй их, разбей на группу по отделам, в которых они работают. А потом выведите отделы, где максимальная зарплата больше 8000. Heaven. Вот он как раз и предназначен для того, чтобы работать с группирующими функциями, по группирующим функциям каким-то образом фильтровать. После группы у нас уже получились группы. Группа сотрудников 10-го отдела, группа сотрудников 20-го отдела, группа и так далее. Теперь мы с группой это делать можем все, что угодно. Порядок выполнения. From, V, Groupby, Heaven, Select, Orderby. Heaven тоже точно такое же условие запишется, как и V. То есть какое-то логическое значение должно быть. Только для оно работает для группы. Мы не можем записать просто Heaven в Maxal, потому что 5000, 8000 это не логическое условие, это просто какая-то константа. А вот больше, меньше, равно, не равно, между, равно и дальше под запрос, пожалуйста, можно. Любое логическое условие, все, что вы раньше писали, V, плюс возможность использовать агрегатные функции. В одном запросе, пожалуйста, можете использовать и Heaven, и V. В данном случае, что будет? Выберем всех сотрудников, кроме сотрудников 20-го отдела. Сгруппируем по отделам. Найдем сумму зарплат, найдем тех группы, в которых сумма зарплат больше, чем 10 тысяч. Выведем на экран номер отдела и сумму зарплат. Отсортируем все по сумме зарплат. То, что у нас везде сумма, 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 это просто совпадение. Мы можем, например, выводить спокойно. Фильтруем по сумме зарплат, выводим среднее. Никаких проблем нет. В принципе, в этом примере мы вполне могли написать, вот это перевести сюда. Но это как исключение, потому что мы группируем по этой колонке, значит, это значение будет одинаковое для всех в группе. По какой-нибудь другой колонке, например, по Job, мы бы уже так сделать не смогли. Если мы откидывали клерков, допустим, то мы не смогли бы разделить, потому что это какие-то индивидуальные значения для каждой строки. Хевинг уже до них добраться не может. Ну а депно в данном случае она будет одинаковано для каждой группы. Одна группа депно 10, другая группа депно 20 и так далее. Просто по этому значению мы группировали. Пример, где перенести бы уже не получилось. Всех, кроме служащих 20 отдела и кроме президента. Вот этих людей нам не надо. Для них считаем одно, другое, выводим третье. Тоже вполне нормально. Выводим сумму зарплат, сортируем по средней зарплате. Нормально, никаких проблем нет. А вот написать просто SAU у нас уже не получится. Потому что зарплата, это держащие конкретные строки. Зарплата Кинга, зарплата Блейка и так далее, но никак не зарплата 20 отдела целиком. Тут у нас что можно использовать? Либо депно, либо какие-то что-нибудь агрегатные функции, плюс те значения, которые попали в левую группу. И напоследок Oracle позволяет вкладывать одни агрегатные функции в другие. Какой-то смысл работы в данном случае посчитается для всех сотрудников, все сотрудники разобьются на отделы. 10 отдел, 20 отдел, 30 отдел. Для каждого из отделов посчитается средняя зарплата и выберется максимально из полученных. Какую-нибудь дополнительную колонку здесь уже дописать не получится, потому что надо было бы использовать еще один грубай. А два грубая в одном запросе это что-то уже слишком. Такое используется как раз нечасто, но вот такая возможность у Oracle есть. У других баз данных не всегда поддерживается такая возможность. Смысл посчитал столбец, опять куча значений. Все, сколько у нас отделов было, столько средних значений, попали опять в функцию максимума. Итак, какие из утверждений относительно грубая и справедливая? В грубай нельзя использовать псевдонимы атрибутов в предложении groupby. Как, что это? Сделать что-нибудь типа какого-нибудь, это назвать А, а потом его в группу. By поместить. Можно так делать? Нельзя, если бы даже у нас максимума не было. Нельзя, потому что выполнение from, where, groupby, having, а потом только select. Select выполняется после того, как получились группы. То есть тех псевдонимов, которые у нас введены, он просто грубай еще не видит. Потому псевдонимы столбцов использовать нельзя действительно. Нельзя. Так, все столбцы, указанные в грубай, должны быть указаны в select. Неправда. Пожалуйста, мы можем группировать по отделам, а выводить просто среднюю зарплату. А номер отдела не выводить. Понятно. Так, условие В применяется к строкам до того, как получены группы. Вперва, какие мы строки обрабатываем, это нам задает условие В. Условие having применяется к строкам после группировки. Получили группы, с помощью хевдонимов мы можем оставить те, которые нужны. Предложение groupby задает порядок сортировки строк. Порядок сортировки строк мы можем сдать только с помощью orderby и с помощью операций над множествами, которые вы не прочитали. Подводим итоги. Что у нас сегодня получилось? У нас добавился groupby, который позволяет разбить все строки, которые приходят на отдельные группы по каким-то критериям. И having, который умеет отбрасывать группы лишние. Здесь больше комментариев, чем какое-то рассмотрение. У нас там немного слайдов осталось. Смотрите, иногда было чинадо сделать какой-то промежуточный итог. Сказать, сколько зарабатывают люди по каждому из отделов, и сколько зарабатывают люди по каждому отделу должности. Сколько зарабатывают менеджеры 10-го отдела, сколько зарабатывают сейлсмены 10-го отдела в сумме, и сколько люди вообще все 10-го отдела зарабатывают. Такую какую-то ведомость сводную получить. Это можно сделать с помощью операций над множествами, которые вы не прочитали. Но есть другой вариант. Использовать rollup или kum. Rollup что делает? Он сперва все группирует по вот этим столбцам, потом по вот этому столбцу, потом по всем данным. И соединяйте 3 группировки вместе, 3 запроса. Как это выглядит, сейчас следующий слайд будет. kum чуть более умный, значит он перебирает все возможные варианты. Сперва сгруппировал данные по вот этому критерию. Потом только по должности, потом только по номеру отдела, а потом для всех данных получился какое-то значение. Все данные в одну группу попали. Как это выглядит в виде запроса? Давайте посмотрим результаты, что здесь получилось. Итак, rollup. Rollup получит у нас 3 группировки. Сперва сгруппирует по вот этому критерию. Вот у нас строчка получилась. 14 сотрудников всего. А, это так, это пустая. Это последняя. Это когда пусто будет. Сперва группирует по номеру отдела и по джобу. Номер отдела джоб. Вот он. Не был. Номер отдела джоб. Номер отдела джоб. По двум колонкам сгруппировал. Попросили мы его по отделу и по должности сгруппировать. Вот он получил. Считал сколько клерков в 10 отделе, сколько менеджеров в 10 отделе, сколько в 20, сколько в 30. Потом он отбросил крайние джоб и провел опять группировки. Сколько людей в 10 отделе. Сколько людей в 20 отделе. Сколько людей в 30 отделе. Потом он отбросил депно Посчитал сколько людей всего Последняя строчка Три группировки вместе склеил Полезно для сводных отчетов Куб перебирает все возможные варианты Все три вместе Вот они все три вместе Потом отбросил, только поджогу сгруппировал Вот они поджогу сгруппированные Потом дальше продолжает перебирать Сгруппирую их под депно Вот они под депно сгруппированные Потом отброшу кое все И депно и так далее Сгруппирую по всем критериям Сверху 14 получились Какой у нас не занятый цвет получился Все возможные варианты Если бы у нас было не две колонки, а три колонки Он бы сперва попарно перебрал бы Не знаю, еще какую-нибудь колонку А Было бы по трем колонкам сгруппировать Сгруппировать по депно джог, депно а, джог а Потом по каждой отдельности По депно, только по джогу, только по а И все вместе три склеить Собственно, вот оно у нас в слайдах и показано У нас в Derolab это то же самое Что сделать Union запрос Сгруппировать по двум колонкам По первой колонке Которая по ведущей По все вместе сгруппированные Там все возможные перебирают Перебранные, а потом вместе склеены Будет больше колонок, будет больше группировок Будет три колонки Он сперва отбросит первую Потом вторую, потом по третьей оставится На практиках вы это попробуете Будет там кусок, целый слайд с запросами Которые с Derolab, с кубами работают И более продвинутый вариант Это Grouping Set Grouping Set говорит явно По каким группам нужно нам произвести Группировку, а потом результаты склеить То есть с помощью Grouping Set Можно сделать то же самое, что можно сделать И с помощью кубы, и с помощью Derolab Только чуть больше написать придется При использовании Grouping Set Очень важно, как мы расположим скобочки Вот этот вариант Говорит, у нас нужно сделать только одну группировку Другой вариант скобочек Только одни Значит нам нужно сделать группировку По этому, по этому, по этому И вместе склеить Как-то по другому скобочке Он увидел, так, у меня две группы Одна группа, вторая группа По ним нужно сгруппировать, вместе соединить То есть, когда Grouping Set используете Внимательно смотрите, как расставлены скобки Скобки задают А по каким критериям нам нужно группировать наши данные? Когда у нас До группировки такие используются Возникает вопрос А как определить Вот конкретная строка Как мне пришла По какому критерию она была сгруппирована? Только по вот этому Или по вот этому Или как-то по третьему По каким критериям была сгруппирована эта строка Как получена была эта группировка Чтобы как-то подписать Для того, чтобы это реализовать Есть две запечатленные функции Grouping и Grouping ID Grouping ID Вообще Эта строка получилась в результате группировки По этой столбцу или нет? Например Grouping Депно Эта строка действительно получилась в результате группировки По отделам Или по какому-то другому критерию Если да, по отделам То вернет единичку Если не по отделам То вернет нолик А потом вы вспоминаете лекцию Которую вы читали Надеюсь Функция одной строки У вас там был кейс С помощью кейса Можно различное поведение задать Он работает как if-then-else Или функция одной строки Для кода у вас была Которая тоже работает как if-then-else Если такой вариант Делай то Если другой вариант Делай другое И Grouping ID Который позволяет Есть у нас много критерий В группировке Определить По какому из них Была конкретно проведена группировка Здесь у нас Как булевая алгебра Вот это у нас Что там 2 в нулевой степени Вот это 2 в первой степени Вот это у нас 2 во второй степени И сумма их То почему сгруппировано Там будет умножить Вот этот коэффициент Умножить на единичку Если не сгруппированное То на 0 Результат Если мы видим Что троечка Значит у нас Группировка была По вот этому столбцу И по вот этому столбцу Видим Что у нас Группинг ID Вернул 4 Значит у нас Группировка Вот по этому Столбцу То есть Группинг ID Гибко позволяет А по каким именно Критериям Была у нас Группировка Произведена Пример У нас Группировка Была только По По вот этому Критерию Причем Роллапом Значит у нас Будет Сперва Сгруппированы Все полученные Группы По номеру Отдела Должности Потом все Группы По номеру Отдела Потом все Группы Все сотрудники Вместе Проверяем Вместо Тех строк Которые получены В результате Группировки Пишем Тотал Красивенький Запросик Который Показывает Что у нас Происходило Там где у нас Нет Группировки Не заполнена Будет Должность Там будет У нас Тотал Выводиться Если у вас На больших Критериях Можно было Какой-нибудь Более красивый Кейс Написать На практике Попробуйте Так В группе Найди Аналогичный Вариант Только показывает Чуть больше Подписывает Колоночек На слайдах Посмотрите Так И последний кусочек Информации На сегодня Это Аналитические функции От всех Предыдущих Функций Ничем Отличается У нас появляется Ключевое слово Over После этого В скобочках Обязательно Что-то написано Как только мы видим Ключевое слово Over Мы сразу Понимаем Что это у нас Будет Аналитическая Функция Или Или оконная Функция Группирующие Функции Как работает Из-за нас На вход Было много Строк Здесь 10-й отдел 10-й отдел 20-й отдел 20-й отдел Группировка Сгруппировка Мы по отделам Оно вместе Собрало Так 10-й отдел И что-то 20-й отдел И что-то Дальше Мы с помощью Хивинг Можем С этим Что-то Работать Вот это Можно С помощью Хивинг Обрабатывать Но К этим Данным Мы уже Никакого доступа Не имеем Мы не можем Добраться К каждой Индивидуальной Строке Которая Получилась Из-за Которая У нас Группа Получилась Мы только С группой Работаем Аналитические Функции Работают Немножко По-другому Они Выбирают Ряд Строк А потом Вокруг Каждый Строк Смотрит А что Попало В окно И для Вот этих Строк Которые Попали В окно Могут Делать Какое-то Усоединение Применять Когревирующую Функцию Только До Этого Окошка И Вот Эта Строка Остается На месте И Устретенные Данные По тем Строкам Которые Попали В окно То есть Мы Можем Добраться До Каждого Девайон Разначения До Зарплаты Кинга До Зарплаты Блейка И так Далее И До Зарплаты Сотрудников Этого Отдела Одновременно И По Тому Критерию И По Тому Критерию Потому Аналитические Функции Обычно Работают Немножко Медленнее Пример Типичной Группирующей Функции В том Виде Которым Действительно Его Очень Удачно И Очень Легко И И Другими Средствами Здесь Трудно Обойтись Функция Ран Которая Просто Говорит А какая По счету Эта строка Внутри Окошка Что У нас Здесь Происходит У нас Говорится Вокруг Данные Строки Конкретные Вокруг Кинга Вокруг Блейка Вокруг Следующего Сотрудника Создай Окошко В которое Войдут Все Строки В которых Такое же Значение Для ПНО То есть Все сотрудники Того же Отдела После этого Все строки Которые Получились Отсортируй По зарплате Все сотрудники В одного Отдела Отсортируй По зарплате А потом Функция Ран Это посчитает А какая По номеру Эта строка Получившейся Макошки В результате У нас Выведется Человек Номер Отдела Его имя И какой он По счету По зарплате Внутри Его отдела То есть Это какая-то Смесь Функций Одной строки И функций Агрегирующих Мы работаем С групповыми Значениями Но сохраняем При этом Индивидуальные Данные От каждой Строки Смотрите Смотрите На слайде Что у нас Две функции Есть Дэнс Ранг И Ранг Чем у них Отличие Отличие Следующее Когда у нас Два спортсмена Поднимаются На первую Ступеньку Пьедестала Почета Следующий Спортсмен Будет стоять На второй Ступеньке Или на Третьей Но тут Смотришь Какие соревнования Сколько выделено Мест для первого Сколько для второго И так далее То есть Либо два спортсмена Между собой Первое Второе Разделили Место Либо Они вдвоем Зашли на первое А второе Осталось свободным Вот в этом Собственно И различия Функции Ранг И Дэнс Ранг У Так В двадцатом отделе У Джон У Форда И Скотта Одинаковая Зарплата По уровню Зарплаты Они стоят На одинаковом Первом месте У одного Три тысячи И у другого Три тысячи Какой следующий Будет номер Зарплаты Второй Или третий Джон Форд И Скотт Поднялись На первое Место На пьедестале Почета Следующий Зайдет на вторую Ступеньку Или на третью Ранг Говорит На третью Дэнс Ранг Говорит На вторую В этом их отличие Какой будет Следующий Если два Одинаковые Значения Получаются Если одинаковые Значения Мы не можем Их различить Они На первой Ступеньке Стоят Там Три тысячи И там Три тысячи Никак Мы их отличить Не можем А вот Кто будет Следующий Говорит Нам Ранг Дэнс Ранг Так То Значение Какого-то Выражения Данной Строки Вот Как у нас Было Разбей Все По Отделам Все Люди У которых Точно Такой Же Отдел Попадают В Окошко Какие Могут Быть Варианты Rules И Range Это Синонимы То есть Можно Использовать И то И другое Смысл Будет Одинаковый Возьми Все Предыдущие Строки И Текущую Тех Строки Которые У нас Были Раньше И Текущая Строка И Посчитать Для них Допустим Сказать Промежуточное Среднее Какое-то Накопительное Сколько Получали Люди Все Которые Выше Плюс Этот Человек Все Предыдущие И Текущие Так Все Предыдущие Строки Для них Что-нибудь Просчитай Все Строки Между Десять Предыдущих И Текущая Строка Взяли Десять Предыдущих Строк Которые Попались И Текущую Все Строки Начиная С самого Начала И Заканчивая Самым Концом В одно Окно Range Between Current Current Это Скорее всего Попадет Только Одна Это Строка То есть На самом деле Видите Вариантов Каким образом Задать Окно Очень Много Это Либо Все Одинаковые Значения И По Какие Варианты Используются Реже Это Какие-то Аналитические Отчеты Какая-то Накопительная Сумма Скользящая Средняя Еще Что-нибудь Partition By Используется Но Чаще Намного Чаще Что Стоит Заметить Что Оконных Функций Внутри Одного Запроса Может быть Очень Много Сколько Нам надо Столько Может их Быть Пожалуйста Мы Выводим Имя Человека И его Номер По порядку А номер По порядку Как По возрастанию Зарплаты По убыванию Зарплаты По номеру Отдела По разным Критериям По разным Критериям Нам ранг Подсчитается Вокруг Каждого Из рангов Будет Создана Окошка В которой Попадут Все строки Отсортированные По какому-то Параметру И посчитается Какая По номеру Строка Здесь будет Где Вот этот Ранг Используется Достаточно Активно Давайте Посмотрим У нас Для того Чтобы Вывести Первые Пять Сотрудников По уровню Зарплаты Обе Запросы Мы Написали Мы Попросили Его Урок Так Нам Нужны Сотрудники Сотрудники Отсортированные По зарплате Нам нужно Только Первые Пять Вот так Нам показалось Правильные Вот так Мы Написали Какая Проблема Выполняется В порядке Сперва Читаем Потом Фильтруем Потом Сортируем В результате Какой бы У нас Был Ответ Выбралось Пять Строк Потому что Мы Попросили Пять Строк Полученный Результат Отсортировался То что Там где-то Были люди Три тысячи Он и не знает Потому что Выбралось Только Пять Строк То что Попросили Мы Вот он И сделал Где-то Люди С Тремя Тысячами Зарплатами Исчезли Потому что Попросили Пять Строк Пять Строк Он отсортировал Логично Предположить Что С этой Проблемой Справиться Можно Сделать Вот такой Ход Конем Сперва Сортируем Потом Берем Столько Сколько Надо Тут Результат Будет Действительно Правильный Потому что Здесь Люди По Зарплате Отсортированы Потом Пять Первых Строк Пять Самых Верхних Строк Оттуда Взяли Получили Получилось Уже Более Громоздко Дальше Вступает Нас Опять Рассмотрим Следующий Запрос Если Нам Нужно Вывести Разбивка На Странице Вывести Что Нибудь На Пятой Странице Те Которые Сультаты Будут Между Пятисотом И Шестисотом Грубо Как Вывести Как Хорошо Неправильно А Что Неправильно Хотим Вывести Не первые Пять Сотрудников А следующие Которые Дальше Идут Знак Поменяли На Противоположный И тут Начинает У нас Мешать Нам Функция Равнам Равнам Как Работает В Оракли Она Увеличивается На Единичку А Которые Строка Помечается Да Вот Эту Строку Можно Вывести Первое Строку Можно Вывести Можно Вводить Строки Только Там Где Равнам Больше Пяти А Сейчас Равнам И равно Единичке Нет Такую Строку Ввести Нельзя Берем Следующую Строку Равнам Равнам Единичке Такую Строку Можно Вывести Нет Нельзя Итак, перебираем все строки, и равнам никогда не увеличивается. То есть, когда знак был, пожалуйста, первую строку вывели, равнам увеличился на единицу, двойка. Вторую, третью, четвертую, пятую вывели, еще хорошо, шестую выводим, а шестая уже не подходит, все дальше не будем работать. А здесь он просто никогда до этой пятерки не ходит. Он ни одну строку не помечает, как такую, которую надо выводить на экран. И в результате мы получим пустой результат, у нас тут no row selected. Только из-за того, что мы просто знак перевернулись с одного на другой. А запросы в виде с пятой по десятую строку бывают, частенько бывают, особенно когда мы выводим какие-то результаты в веб-форумах на страничке, еще что-нибудь. То есть, в принципе, как-то делать надо, а простой равнам нам не помогает. К сожалению, в урокле нету лимитов сета до 12-й версии, которая буквально год назад появилась. Там в своем варианте он наконец-то появился. И потому, для того, чтобы решать вот такую задачу, выведя с пятой страницы по десятую страницу, если бы мы использовали равнам и не использовали аналитические функции, нам приходилось бы делать следующую конструкцию, которая будет на самом деле очень быстро работать. Первым делом мы задаем, в каком порядке у нас будут выводиться люди. Вот они выводятся по зарплате. Отсортированы, чтобы мы точно знали, что с пятого по десятого это будет действительно с пятого по десятый по зарплате. В следующий раз говорим, выведя только, сколько до конечной точки нам нужно. И следующий отрезает ненужные нам строки. При этом у нас R-нам, для того, чтобы сделать удачную операцию, обрежь строки, которые идут дальше, нам приходится этот самый равнам каким-то образом превратить в физически существующую колонку. Вот такой огромный запрос получается. Как это же можно спросить с помощью аналитических функций, которые мы только что видели? Мы спокойно можем написать равнамбер или ранг, как нам больше нравится, пересчитая людей в порядке их зарплаты. При этом реально существующая колонка. По ней мы спокойно можем фильтровать. То есть, что вот этот запрос, что вот этот с аналитической функцией, они будут выдавать одинаковые жильцы. Тут мы просим, пронумеруй всех сотрудников в порядке зарплаты. И по реально существующей колонке фильтруем. Частенько еще возникает необходимость сделать дистинкт только не по всем столбцам, а по части столбцов. Как вы помните, дистинкт убирает повторение. А если нам нужно взять любого первого человека из 10 отдела, любого первого человека из 20 отдела, любого первого человека из 30 отдела. Если мы просто напишем дистинкт номер отдела, и за номер человека, то у нас всех увидят. А вот дистинкт по части полей. Некоторые базы данных позволяют сказать, по каким полям нам дистинкт служит здесь. А по каким образом отбрасываются все повторения, мы не знаем. В уроке есть три варианта, каким образом здесь действительно дистинкт по части полей. Вариант номер один. С помощью группировки. Говорим, группируем по должности, выводим человека и задаем в каком порядке. Максимальное имя. Нормально. Имена людей можно сравнивать. Вот вернется один человек по каждой должности. Проблема в том, что в данном случае у нас не получится вывести зарплату именно этого человека. Если мы здесь допишем что-нибудь типа Макс. У нас группирует по должностям, выведет человека с максимальной зарплатой и максимальную зарплату, которая есть в этой должности. Выведет человека с максимальным именем и с максимальной зарплатой. То, что это зарплата этого человека, у нас никаких гарантий нет. Даже, скорее всего, это будут разные люди. У нас же просто группа строк есть, группой строк мы работаем. Максимальная зарплата из колонки, максимальное имя. То есть, не получится. Но, как вариант, очень быстрый на самом-то деле. Если нам нужно показать только одну колонку, работает великолепно. Вариант номер два, который более универсальный. У каждой строки, кроме того, данных, которые там хранятся, есть еще такое скрытое значение ROVID, где эта строка физически хранится на диске. Это у нас будет через одну лекцию, мы к этой колонке еще вернемся. ROVID уникальна для каждой строки. В результате под запрос на уговоре группируй по должностям, выбери для каждой должности один ROVID. Пусть максимальный, минимальный, средний, лучше не брать, потому что такой строки не найдется. Теперь ищем строки, у которых такой же ROVID, как мы нашли. У нас выведены абсолютно все данные по человеку, по одному человеку для каждой должности. Тут, пожалуйста, мы можем и зарплату, и премию, мы точно будем знать, что это именно этого человека, а не кого-то из этой группы. либо третий вариант, который с помощью аналитических функций. Аналитическая функция first value. Берем человека, разбиваем, берем людей, которые в той же должности находятся. И с того окошка, которое получилось, берем первую строку. Порядок задан, так что у нас, каждый раз, когда у нас будет менеджер, одно и то же окошко будет выводиться. Когда у нас будет сейлсмен, другое окошко, но оно точно такое же, как для всех сейлсменов будет. Вот этот вариант близкий между собой, потому что здесь одно значение только выводить можно, здесь сколько мы first value попросим сделать, сколько у нас значение будет вводиться. Вот этот самый гибкий. Но и первый, второй, третий вариант решает проблему дистинкт на часть полей. Выведи одного человека с каждой должности. Следующий слайд, который для себя переписываете, и то, что нужно посмотреть на следующую пару. В скобочках номера слайдов. Вопросы, которые у вас возникнут, мы обсудим. И у нас там было 8.3. И операции над множествами. И спокойно заканчиваем. У нас остаются индексы и то, как работают внутри запросы. У нас остается транзакция. Как много пользователей могут работать одновременно. У нас остаются метамодели. Как данные, у которых переменная структура, можно хранить внутри революционной базы данных. На этом можно.